Мама, что ты делаешь, мам? Вот смотрю фотографии. Это дедушка после победы на Олимпийских играх. Узнаешь, кто это? Это вы дедушку смотрите? Дедушку смотрим, да. Красивый, подтянутый и всегда с улыбкой. Юрий Чесноков. Волейболист, тренер, чиновник. Или просто дедушка Юра. Любитель музыки и стихов, увлекающийся изучением разнообразных наук. Богатая яркими событиями жизнь, застывшая на старых фотоснимках, достойна уважения и памяти потомков. Чиновник, который для советского и российского волейбола по заслугам, он для меня номер один. Быть первоклассным игроком, после чего стать тренером высшего уровня и продолжить удивлять всех своими талантами на руководящем посту мирового значения – крайне редкая судьба, которую Юрий Чесноков заслужил своими стараниями. Рожденный в спортивной семье всю жизнь, до последнего дня он работал над собой. И даже тяжелая болезнь на восьмом десятке не могла этого изменить. Я ему звонил, он такой запыхавшийся, ну чего, ты же знаешь, что я на зарядке утром. Ну, то есть он до последнего дня делал зарядки, уже не бегал, но он уже ходил просто. Воля, слово «надо» – это то, что у нас в семье, конечно, всегда стояло на первом месте. Для него было это очень важно, потому что, как он всегда говорил, перед тем, как ты одержишь большую, одну большую победу над противником, ты должен одержать много маленьких побед над собой. Одна из первых таких побед Юрия случилась в юности. Худой долговязый мальчик трудился каждый день, наращивая мышечную массу. Дома, в школе, на улице. В итоге в медицинской карте написали – тип телосложения атлетический. Я вспоминаю разговор с его отцом, что он мне сказал такую вещь, говорит, вот такой он есть, вот сейчас, если он действительно был хорошо сложен, очень такой, рост достаточно, где-то 190 у него примерно рост был, да, и очень хорошо так накачанный такой, ну, это, говорит, все его, это он все сами себя сделал. Для меня было впервые неожиданно увидеть, как в лесу, когда у нас уже, скажем, закончилась тренировка, он вместе с папой своим отрабатывал с помощью резинок, накачивал мышцы, значит, дерево, значит, такие длинные резинки, и вот такие упражнения он делал. Отец Юрия Борис Михайлович, успешный спортивный журналист, председатель Лиги тяжелой атлетики и борьбы, был большим авторитетом для сына, наверное, самым главным. Молодого Чеснокова воодушевлял пример выдающихся спортсменов, которые часто бывали в гостях у отца. Чуть позже уже сам Юрий стал примером для подражания. Волейболисты сборной СССР середины 20 века восхищали тогда многих, весь спортивный мир. Основа той национальной команды, что выигрывала чемпионаты мира, Олимпийские игры, игроки ЦСКА. Они коллекционировали награды одна за другой. Юрий Чесноков в составе армейского клуба восемь раз становился чемпионом страны. Стабильность, которую этот спортсмен играл, результат серьезного самоконтроля. Очень режимистый был такой парень. То есть, если вот надо, допустим, подготовиться к игре, он всегда вовремя ляжет спать там, встанет, сделает зарядку. Мы утром, предположим, просыпались, начиналось построение, команда отстроилась, капитану в это время подходил откуда-нибудь, так сказать, со стороны, с эспандером или своими резинками, или своими гантелями. Юрий Чесноков был требователен к себе. Если за что-то берешься, это надо делать качественно. Золотая медаль школы, диплом с отличием военно-инженерной академии имени Куйбышева и при этом золото двух чемпионатов мира и Олимпиады. Сама отдачу Чесноков ждал и от окружающих. Особенно он предъявлял претензии к пасующим. Был Паярков, который в сборной СССР пасовал ему. И, в общем-то, откровенно говоря, может быть, и порой мучился, потому что Юрий Борисович очень просил идеальной передачи. Просто переживал, может быть, иногда даже больше нас. Например, у нас было замечательное наше первенство, когда в последний раз великий наш волейболист Константин Кузьмич Рева играл в 1958 году в Лужниках и подал до сих пор, мы вспоминаем, 6 подач подряд. Юра почти что плакал после этого. Когда Юрий Борисович, стоя в пятой зоне, поднял мяч, и он вот так по диагонали уходил во вторую зону и улетал в аут. Столь стремительно и столь быстро, как я его зацепил, я не знаю, это был последний мяч. Когда на меня все набросились и чуть не удушили. Вот тогда, когда Виталий Александрович сказал, что появились слезы на глазах нашего юбиляра, Юрий Борисович в голос начал плакать. От счастья, конечно. Трепетность, с которой Чесноков относился к волейболу, трудно было не заметить. Он не боялся брать ответственность на себя, как не боялся высказывать свое мнение и спорить. Даже с руководством. Накануне Олимпиады в Токио, когда в волейбольной сборной СССР сменился тренер, он, капитан команды, не стал молчать. Вдруг появляется в советском спорте статья «А человеком быть обязан». Это, оказывается, относилось к тренеру, который их готовил к Олимпиаде. То есть он сразу решил, так сказать, показать, что капитан, так сказать, не лыком шит, понимаете? Если не в глаза, то опосредованно он может, так сказать, об этом заявить. Статья была подписана. И ясно было, что это была попытка сказать тренеру, что мы люди, давай с нами обращайтесь по-человечески. Иначе мы, что называется, к Олимпиаде придем в разобранном состоянии. Чеснокову тогда пришлось взять основную нагрузку на себя. И не только по собственному желанию. Два дня до начала Олимпийских игр меня вызывает так называемое руководство делегации. Меня вызывает один из руководителей и говорит, ты не забудь, что ты у нас ответственный за команду, за выступление команды. Восток, поскольку я, так сказать, на язык был не сдержанный человек, я ему говорю, спасибо большое, хорошо, что вы мне это не сказали, когда накануне игры завтра выходить, вы мне сказали, что я ответственный за это. С грузом и этой ответственностью Юрий Чесноков справился. Команда советских волейболистов выиграла золотые медали Олимпийских игр. Он был, безусловно, надежным, хорошим, техничным, выполняющим уверенно свою роль игроком. Красавец наш Юрий Борисович. Молодый, симпатичный, красивый мужчина был. В музее ЦСКА игроки той непобедимой команды вновь в компании своего капитана. На фотографии Юрий Чесноков не в игровой форме. Спортивная и военная карьеры целеустремленного красавца развивались одинаково успешно. С присущим ему упорством Чесноков изучал науку в адъюнктуре родной академии. Преподавал, выслужился до полковника. Но ничто не могло погасить страсть к волейболу. Когда Юрий Борисович стал тренером, его подход к делу не изменился. Требователь был к себе и беспощаден к другим. Вот я могу вот так сказать. Вот он как к себе, так и должны были все остальные игроки. И внешний вид, и опрятность, и дисциплина, и так далее. У него очень сильный был контроль. Такое ощущение, как только чуть-чуть человек расслабился или там не так делает, он как будто все время, как будто он тебя смотрел. Когда он заходил в зал на завтраке или на обеде, там все чуть-чуть так вздрагивали. Если там не так, как кто-то сидит или еще что-то там ведет, значит, было тут же замечание. Его боялись, наверное, во всем мире. Потому что человек, да, что он жесткий. Если он чувствовал не так, он мог, как же он говорил, не забывай, что ты офицер-коммунист. Можешь оказаться через день на Дальнем Востоке. Мне было такое любимое. Ты, мол, мальчик-то четко знает, кто ты, кто я и кто ты, говорю. Достаточно многих ребят видел, которые распрощались с фолейболом. Только из-за того, что где-то не понимали, в какой-нибудь команде находятся, как себя нужно вести. Не только в зале, но и, наверное, на улице. Почему? Потому что люди знали, узнавали на улице игроков. И вот приходилось, наверное, в силу таких вот обстоятельств принимать жесткие решения по отношению к людям. Это все-таки живые люди. Но, тем не менее, отсылали их в части, нормальные части, где они продолжали уже служить, как обычные солдаты. И многие заканчивались со спортивной карьерой. За жесткость и твердость в принятии решений Чеснокова называли черным генералом. Хотя с окружающих он требовал не больше, чем с самого себя. Просто уровень той требовательности к себе был крайне высок. Быть может, даже запредельно. Спортивная педагогика, прежде всего, гласит, желание спортсмена первично, желание трения вторично. У Юры было наоборот. Мы с ним ее ругали, что нельзя так делать. Все-таки люди живые. Я сначала муж и отец, а потом уже игрок. Нет, ты сначала вот игрок, а потом ему что-то. Вот все наши с ним такие споры. Непростой характер Юрия Чеснокова многим был не по душе. Но его умение работать качественно всегда было важнее. Он вел трехразовые тренировки. Много уделял очень технической оснащенности игроков. Мы в первые половины дня утренние тренировки практически все были посвящены совершенствованию себя. Прием, подача, защита или индивидуальное блокирование. Он впервые вел в зале две тренировки, двумя группами. Так сказать, эти занятия проходили. По тем разговорам, которые с поколения в поколение передавались, говорили, что при Чеснокове была железная дисциплина, значит, огромные объемы нагрузки, значит, и огромная конкуренция. Все вот эти, скажем так, резкие черты характера, они уравновешивались необыкновенной добротой, необыкновенной расположенностью к людям и особенно к игрокам. Выстраивать профессиональные отношения с окружающими Юрию Борисовичу было проще, чем личные. Непонимание, которым зачастую он был окружен, казалось, не волнует максималиста Чеснокова. Но именно об этом он чаще всего писал в своих стихах. Хотя их он почти никому не показывал. Лишь на могильной плите, которую, как же это на него похоже, еще при жизни заказал Чесноков, четыре строчки. На судьбе моей пятна алые, снегом белым бурга заметет. Положить мне цветы, запоздалые, никогда и никто не придет. В этом Юрий Борисович ошибся. К его могиле всегда протоптана тропинка и лежат жилые цветы. В то, что я говорю, я верю. Я это пытаюсь аргументировать. А не просто потому, что я вам говорю, что я вот там Чесноков и так дальше и дальше. И если у меня это есть, мое убеждение, то мне, я извиняюсь, может быть, эта ситуация уже конфликтная. Мне совершенно все равно, с кем я этот вопрос обсуждаю. Отстаивая свое мнение, Чесноков всегда опирался на свои знания. А они были, по сути, энциклопедические. В разных областях. Анатомия, физика, философия. Все это пригождалось в работе тренера. В ЦСКА, а впоследствии и сборной страны. Ни разу я не чувствовал себя какой-то там или у меня был спад по физическому или психологическому состоянию. Мы были всегда на пике. Вот это вот какое-то чувство, когда нужно где-то сбросить нагрузки, когда нужно где-то добавить. Наверное, вот это у него была уникальная вещь, которая, наверное, присуща единицам. В Чесноков тренер хорошо чувствовал не только физическое состояние своих подопечных, но и психологическое. Тренировка для психики могла поджидать волейболистов в любой момент. У нас идет какая-то игра. Ну, заранее понятно, что противник на той стороне слабее, чем команда ЦСКА. Но, тем не менее, мы играем так. Ни шатка, ни валка. И вот Юрий Борисович, у него была любимая поза, когда у него нога на ноге. Вот так вот он сидит, раскачивается. А мы играем не очень хорошо. И вот он, значит, сидит просто, сидит и смотрит на нас. И когда у него начинают жиловаки вот здесь вот ходить, это понятно, что он уже начинает нервничать. Но не берет ни одного тайм-аута. Он не подходит в перерывах, когда меняемся площадками. Он вообще на нас не обращает внимания. Он просто на нас смотрит. И вот тут начинаешь себя чувствовать как-то так вот не в своей тарелке. То есть ты начинаешь понимать, что ты что-то не то делаешь. И потом просто он заходит в раздевалку и говорит два слова. Я надеюсь, вы поняли, кто вы такие. Про молчать или найти нужные слова. Юрий Чесноков понимал, как именно воздействовать на человека для достижения результата. Даже если этот человек самый близкий. Например, младшая дочь, начинающая теннисистка, которой он помогал тренироваться. Резкий склон вниз, спуск, какие-то там кустики. И я стою наверху, и я понимаю, что я сейчас, наверное, умру, если еще нужно будет что-нибудь сделать. И вдруг он говорит, на старте. Рекордсменка мира в горнолыжном спуске Анна-Марий Прёль. И вот я должна была между этих кустиков, значит, вокруг, вот, знаете, и хватало сил. И он мне всегда говорил, вот видишь, ты только что собиралась пустить слезу и сказать, что ты не можешь. Да ты можешь! Вызывать улыбку окружающих у Юрия Борисовича тоже получалось на отлично. Он сам любил посмеяться и проверить на чувство юмора других. Иногда, значит, он так подкалывал игроков. И я так понимаю, что это был своеобразный тест. Как ты можешь отреагировать против него. То есть, если ты ему сможешь ответить достойно, я не говорю, что грубо или как, но, по крайней мере, попробовать ответить с юмором, то, значит, он тебе какой-то плюс ставил. Если ты промолчал и голову повесил, значит, он тоже минус какой-то ставился. Методы тренера работали. У ЦСКА Чеснокова было 10 побед в чемпионате СССР и 5 кубков европейских чемпионов. О его клубных успехах и как тренера, и как игрока напоминает бюст в аллее славы ЦСКА. Но скульптор сумел передать лишь внешнюю стать. Внутренняя борьба, которая была так типична для Юрия Борисовича, осталась лишь в памяти тех, кто его хорошо знал. Ссылаясь на своих коллег, своих более старших коллег, он всегда говорил, ты знаешь, что такое счастье? Счастье – это голубое небо и красный флаг над стадионом. Вы знаете, это действительно, это то, что он чувствовал, это то, как он жил, и то, как он, наверное, хотел бы, чтобы жили люди вокруг него. Юрий Борисович, я могу сказать, что очень сильно переживал финал Олимпиады 1976 года. Я смотрел этот матч и пытался задать ему несколько вопросов. На что, значит, получил ответ, скажем так, что не надо этого делать. Это была вторая попытка Чеснокова тренера завоевать Олимпийское золото. Позади два выигранных чемпионата Европы, второе место чемпионата мира – серебро Олимпиады 1972 года. Но для Юрия Борисовича в спорте существовало только одно место – первое. Еще одно серебро в Монреале стало большим ударом для тренера. Ну, 3-0 мы все команды обыгрывали, вот попали на Польшу здесь. Тоже при счете 2-1, там, 13-9, Чернышев нападает, одни кричат «бей, не бей». И он замахнулся, и мяч ему на голову упал. Он спрашивает, что-то мне не нравится, Зайцев может поменять там. Я говорю, ну, что мы, если мы ведем, что мы будем менять? Ну, потом Зайцев он пасует еще три раза. Конечно, вот тут все это перевернулось. Ну, может быть, он чувствовал, что надо Сторонского было поставить. Вот этой концовки, конечно, может, Зайцева опыта не хватило. Может быть. Дома была настолько тяжелая обстановка. То есть вот у меня, мне тогда было 9 лет, то есть там маленький ребенок. Но я очень хорошо запомнила, что мы, во-первых, не могли об этом разговаривать. И вот было ощущение, что это, ну, это траур. Вот просто траур. Переживал он безумно тяжело. И он всегда начинал копаться в себе, где не доделал, что не доделал. Взаимопонимание между игроками и тренером, которое без того было довольно трудно выстроить, после проигранного финала Олимпиад вовсе исчезло. Со мной в 70-е годы не здоровался лет, наверное, 9. Потому что он посчитал, что мы, которые играли, там что-то не выиграли. Поэтому я был такой у меня один. Он, ну, вот, со всей командой вроде как, вот, он считал, что вот, виноватый не он, а мы, короче. Поэтому, ну, все-таки 9 лет, не здрасте, ну, понимаете, да, вот такой человек. Мы с ним как, потом договорились, это в 85-м году. Для волейбола я тебя друг, в жизни я тебя враг. Находиться рядом с Юрием Борисовичем было непросто. Лучше всего это удавалось его семье, жене и двум дочерям. Но где бы Чесноков ни применял свои знания, окружающие испытывали уважение к его профессиональной деятельности. В Холиоке, штат Массачусетс, США. Здесь уже более 20 лет существует волейбольный зал славы. В 2000 году среди легенд американского волейбола впервые появилось табличка с фотографией иностранца. Это был Юрий Чесноков. К этому моменту успешный чиновник. Более 30 лет он занимал руководящие посты в Международной Российской Федерации Волейбола. Весопрезидент ФИВБ нашел себя в научной работе. Такого глубокого уважения, такого глубокого авторитета я не знаю, кто имел Международной Федерации Волейбола. На всех совещаниях, в которых он принимал участие, ему одному из первых давалось слово. По тем или иным позициям он высказывался, и очень внимательно слушали. Ну и его влияние было очень-очень серьезным. Потому что сейчас идет счет в волейболе, это он сделал. Это вот, сказать, с его подачи, он очень любил этот, но теннис, у нас сейчас счет, как самая, тоже считает, это чисто, ну, как у тенниса. На первых этапах своей деятельности я постоянно ощущал, что отблеск уважения к России происходит от того, что вот такой человек, как Чесноков, он россиянин. Он представитель нашей страны. О карьере волейбольного чиновника Чесноков думал еще будучи тренером. Не просто думал, а действовал. Начал с английского языка. И не важно, что уже скоро за 50, учиться никогда не поздно. И он учился. Я помню, мы ездили на тренировку, он одевал эти наушники. В то время еще, ну, не сейчас, не эти модные, которые, а еще плеер такой был, стерео, он кассету вставлял. Мы сначала думали, что он слушает музыку, как и все, а потом оказалось, что он просто-напросто начал изучать английский язык. И вот через какое-то время мы приезжаем за границу, я смотрю, он просто свободно общается со всеми руководителями клубов на английском языке. Буквы, как под копирку, ровные строчки, четко выверенные линии. Рабочая переписка Юрия Чеснокова, кстати, опять же, на английском языке удивляет своей аккуратностью. Таким почерком может обладать только человек с уникальными способностями. Если вы возьмете чистый лист бумаги, попытаетесь просто написать вот ровно, уже могут возникнуть проблемы. Так я вам хочу сказать, идеальные блочные буквы, идеально, как будто напечатано, идеально ровно. И так он писал, не разлиновывая. Все у него было настолько организованно и скруплезно, и все это здорово. И это не в ущерб того, знаете, вот как это общепринято деление физики и лирики. Вот физик, вот тот он физик, а душа его не лирическая. Это при всем том, что душа-то его была лирическая. Большинство этих дисков были записаны папой самостоятельно. И он не просто это записывал, он пытался это оформлять. И была сделана обложка, где часто были там и буковки им подобраны, и картиночки. Я вот просто могу показать, что, например, это любимый джаз, например. Это романсы. Музыкальная коллекция Юрия Чеснокова, которая досталась по наследству его младшей дочери, насчитывает несколько десятков дисков, оформленных вручную. Прекрасно помню, как мы раскладывали огромный стол в гостиной, и мы раскладывали 30-40 виниловых пластинок. И из них мы делали на кассетки, на маленькие. Помните, такие были? Мы записывали эти музыкальные композиции. Вот это время, наверное, это самое любимое воспоминание из детства. Любовь к музыке была не менее страстной, чем любовь к спорту. Просто знали об этом только самые близкие и друзья. А таких можно было пересчитать по пальцам. Не все могли выдержать эту планку, которую он устанавливал. То есть его масштаб личности был настолько велик, что людям было достаточно сложно с ним. Но если он кого-то допускал, то душа открывалась у него как бы нараспашку, и он старался помочь этому человеку всем, чем мог, в общем-то. Друзья помнят, как трудно было Чеснокова в последние годы. Но несмотря на возраст и болезнь, Юрий Борисович старался передать как можно больше своих знаний новым поколениям. Донести то, что было особенно важным для него. Смысл профессионального спорта – не выиграешь. Смысл профессионального спорта – заработать деньги. Смысл настоящего спорта – выиграть. И это очень большая разница. Настоящий спорт – это то, чем и жил Юрий Чесноков. Единственное, что смогло помешать ему продолжить работу на благо волейбола – рак. Врачи запретили летать. Пришлось уйти из ФИВВ. Когда он такое решение свое озвучил, и об этом Акоста, тогдашний президент ФИВВ, объявил на заседании административного совета, что это решение бесповоротное, и он уходит. Люди рассказывали, которые были на этом заседании, что стояли такие аплодисменты и такой продолжительности, что Акоста сказал, говорит, вот, ну, в течение всего моего периода деятельности я не слышал ничего подобного. Когда не стало Юрия Чеснокова, жизнь многих людей изменилась. О времени, когда он был рядом, они говорят, с замиранием сердца. Ну, для меня было очень важно, потому что я становился как бы на там тренерском поприще. Сам, и опереться было, в общем-то, не на кого. Вот, и когда появился Юрий Борисович, ну, я получил от него больший заряд уверенности в том, что я делаю. Потому что многое то, что я делал, находилось в созвучии с его работой. Поэтому, Юрий Борисович, ну, и старший брат, и старший товарищ, наверное, и человек, который, на которого можно было положиться и опереться в трудную минуту. Я не успел его поблагодарить за все то, что он сделал в моей жизни. Я бы глубоко поклонился ему. Это великий человек. И мне очень хочется надеяться, что вот нынешнее поколение волейболистов, вообще волейбольное, волейбольное сообщество, тренеры, все, все связанные с волейболом, ну, как-то воспримут пример его жизни, чтобы хотя бы в малой доле так же относиться к волейболу, как он относился. Не волейбол для тебя, а ты для волейбола. Уникальный человек, проживший уникальную жизнь, остался отражением в глазах своих потомков, двух дочерей, пяти внуков и трех правнуков. Ну, а многие другие, кому Юрий Чесноков сумел передать свою преданность волейболу, не поддаются счету. А вот это вот для дедушки очень характерный жест. Это так он говорил, ребята, это победа. А напоследок я скажу, прощай, любить не обезуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, а напоследок я скажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова